Очень хорошо играет Крис Пол с Рэддиком против Карри Томпсона. По-моему одну или две игры всего там, где они показали свою игру, набрали там на двоих 60 плюс очков, что, в принципе, они делали часто в регулярном чемпионате. Здесь же мы этого не видим. Карри надежно прикрыт, очень редко, в частности, вот в шестой игре. Специально смотрел я только за его игрой, как он будет бросать, как он будет открываться для трехочковых, как он будет проходить под кольцо. Практически мы этого не видим. Он не бросает трехочковые, вернее, он бросает трехочковые, но он бросает их неудачно, бросает их через руки, заслоны, которые ему ставят, они не помогают. Томпсон как-то тоже чем-то озабочен. Голден Сет, конечно, очень тяжело. Они настраивались на эту серию, что они будут играть с Богутом, именно игра Дремонда Грина приобретает чуть ли не ключевое значение для Голден Сет. Потому что их лидер, их прекрасная защитная связка, не защитная связка, а связка защитников Карри Томпсон надежно прикрыта. Дэвид Липа показывает игру на своем уровне через матч, через два. И Дремон Грин, он своей игрой, в защите, своей игрой против Блейка Гриффина, в частности, своими атакующими действиями, бросками из-за трехочковой линии. Он помогает растягивать защиту Клиперсова. У меня не вызывает каких-то особых положительных эмоций. Кандидатура Марка Джексона на роль спасителя и его опыт, вернее отсутствие опыта таких игр может иметь решающее значение. И Док Риверс, конечно, в этом плане может дать ему фору. Я так думаю, что выиграет эту серию Клиперс. При всем уважении и симпатии к Голден Стейт и к их яркому разыгрывающему Стефу Карри, дальше пройдет Клиперс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова